Добрый вечер! Здравствуйте! Я надеюсь, что все люди, которые впервые здесь, станут нашими дорогими друзьями. И сегодня у меня удивительная роль. Вы, наверняка, многие из вас, да, наверное, все, смотрели фильм «Мэри Поппинс. До свидания». Было? Да? Да? Казалось бы, детская сказка. В этом фильме я люблю очень одну сцену. Когда Мэри Поппинс устраивает на своем дне рождения, она делает подарок своим гостям. Она их приглашает на волшебную карусель и предоставляет возможность встретиться с ними же самими, когда они были детьми. Она им дает возможность вспомнить, какими они были, о чем они мечтали и куда привели их мечты. И как это часто в жизни бывает. Жизнь оказалась не такой, как мечтали в детстве. Сегодня моя задача – работать в Мэри Поппинс. Вы думали, вас тут бизнесу будут учить? Нет. Сегодня моя задача – поговорить с вами о вас, о ваших мечтах. О чем мечтаете вы? Помните, как это было? Ну, вот давайте вспомним, что было, когда вам было лет 15-18. Помните это состояние? Все, казалось, вот жизнь только начинается, весь мир перед вами, все возможно, любые профессии, какой институт хочу, такой выберу. О чем вы тогда думали? В каком доме вы тогда мечтали жить? Какой машиной управлять? Какая у вас будет машина? В каких странах вы мечтали побывать? С какими людьми вы мечтали общаться? И вообще, как будет выглядеть ваша жизнь? Радостная, сказочная, наполненная смыслом каждый день. А потом мы закончили институт и пошли на работу. И столкнулись с реальностью. Каждое утро во всех квартирах в Одессе, на Украине, в России, Казахстане, Прибалтике, Болгарии, Польше, в Канаде, во всех странах происходит одно и то же. Звонит будильник. Да? Кто из вас мечтал угрохать этот будильник, чтобы больше его не слышать? Чтобы еще, ну, еще пять минут бабах по будильнику, еще десять минут еще бабах по будильнику и потом уже бегом-бегом вскочить, одеться быстренько в душ, привести себя в порядок, выскакиваем на улицу и уж у кого какая ситуация, кто на машине, а кто и на остановочку и постоять зимой в холод, в мороз, а потом вжаться в общественный транспорт. У меня есть замечательная подруга, которая говорила, вдохните и я помещусь. В общественный транспорт, потом помятые, пожатые, мы влетаем на работу, отрабатываем целый день и зачастую 80%, иногда 90% людей всю жизнь ходят на работу, которую они не любят, хотя когда-то стремились к ней, а многие даже ненавидят. И вот отработав целый день, мы потом по магазинам, надо же накормить семью, надо же еще что-то успеть сделать. История русской женщины – это отдельная песня, достойное описание, правда? Накормить, убрать, постирать, приготовить и еще. И потом в изнеможении свалиться у телевизора, чтобы посмотреть очень важную информацию, что Дон Хосе сообщил Донни Хуанике. И если я этого не узнаю сегодня, то, Боже, о чем я буду завтра разговаривать на работе? И день за днем, день за днем. И так проходят годы. Год 5, 10, 20, 30, 40. Мы оглядываемся. Вот уже и пенсия маячит на горизонте. Мы оглядываемся, жизнь прошла. А где же те самые мечты, которым мы посвящали свои лучшие годы? Что с ними случилось? Вы знаете, такая же точная история произошла и со мной. Я отлично помню, о чем мечтала я, когда мне было 18 лет. Вы любили передачу «Клуб кинопутешествий»? Правда, замечательная передача? Так все интересно. И главное, он стоит на твоих глазах. Сенкевич тогда вел, помните? И пробует эти экзотические яства, что по телевизору, ну никак не унюхаешь, не укусишь. И купается он в океане. И видит он рассветы и закаты в горах. И все это так здорово. Мне очень хотелось это самой. Я мечтала объездить весь мир. Я мечтала... Мне очень нравились водопады. Мне очень хотелось побывать на водопадах. Мне очень хотелось покупаться в океане. Мне очень хотелось... В 10-м классе я любила заходить в магазин книжный и там листать книги, посвященные искусству. Я узнала, что во Флоренции есть галерея Боргезе. Там потрясающие произведения искусства. Мне хотелось посмотреть все это своими глазами. И есть вообще удивительные страны Востока. И есть замечательные вещи в мире, о которых я мечтала. Я помню, я мечтала о том доме, в котором я хочу жить, об огромной квартире. Я не знаю, девочки, кто из вас о чем мечтает. Давайте сейчас я вас попрошу, сделайте это сами для себя. Вспомните, о чем мечтали вы. В каком доме вы хотите жить. Я, например, мечтала о том, чтобы у меня был отдельный кабинет. Мой собственный кабинет, где будет и литература, и компьютер, и все-все-все возможности, чтобы я могла работать. Мне так хотелось читать, развиваться. Я об этом мечтала. Ответьте сами себе на вопрос, а в какой квартире живете сегодня вы? Это квартира вашей мечты? Поднимите руки. Вот давайте себе на секундочку представим. Я хочу, чтобы вы сделали эту работу сейчас вместе со мной. Представьте себе, что Билл Гейтс решил, что надо с вами лично, персонально поделиться. У вас есть деньги Билла Гейтса. Не 100 долларов, не 1000 долларов. Деньги одного из самых богатых людей на планете Земля. Скажите, пожалуйста, кто бы из вас поменял квартиру? Кто бы из вас жил в другом доме? У кого была бы машина, а может быть и не одна, с шикарным кожаным салоном, с кондиционерами, со всеми возможностями, с возможностью развивать огромную скорость, комфортабельная, цвета самого необыкновенного, которого вообще ни у кого нет? Поднимите руки, у кого бы была такая машина? Замечательно. Скажите, кто из вас дал бы возможность своим детям получить не то образование, которое получилось по деньгам, сегодня возможным, а самое лучшее, более того, чтобы у каждого ребенка была возможность выучить язык английский в Англии, французский во Франции, итальянский в Италии, заодно изучая историю культуры и знакомясь с самыми выдающимися людьми. Кто из вас сегодня, имея такие деньги, обязательно бы это сделал? Я бы и себе это сделал, я слышу правильно, замечательно, хорошо. Смотрите, я вижу, что слава Богу, сегодня собрались живые люди. Вы знаете, иногда я сталкиваюсь с людьми, когда я им задаю вопрос, о чем вы мечтаете, они говорят, ну, ну, вот мне бы, и какие-то такие мечты, типа, микроволновку купить, да, или вот главное, за квартиру расплатиться с долгами, или бы, да, нет, я хочу, чтобы вы сегодня подумали о глобальных, огромных мечтах. Почему люди часто перестают мечтать? Потому что они оценивают реальную ситуацию сегодня и видят, что это для меня-то это нереально, и они отказываются от своей мечты. Я сегодня пришла к вам для того, чтобы сказать, что ваши мечты, самые смелые, самые фантастические, могут стать реальностью. Если вы только точно будете знать, какие пять вещей вы приобрели, сделали, с кем бы вы общались, к чему вы стремитесь, я хочу, чтобы вы сейчас подумали об этих пяти вещах. Потому что, если у вас есть мечта, то у нас, в компании, которая называется Международный Коралловый Клуб, есть волшебный путь, как претворить эту вашу мечту в жизнь. Я прекрасно понимаю, что на самом деле проблема очень большая. Почему на сегодняшний день многие люди так никогда и не добираются до своей мечты? Потому что они не знают пути. И тот путь, о котором я сегодня говорю, называется сетевой маркетинг. Почему-то многие люди относятся к этому как к эксперименту, как к художественной самодеятельности или к чему-то нелегальному. Но давайте посмотрим на факты, а факты таковы. Через несколько лет мы будем праздновать семидесятилетие колоссальной индустрии, которая называется сетевой маркетинг. Журнал Time недавно написал, что эта индустрия приносит 80 миллиардов оборот в год. И в ней принимают участие как профессионалы, занимаясь этим круглый день, люди, порядка 20 миллионов людей в разных странах мира. И это далеко не все и не точные цифры. Это взяты самые крупные компании. Это колоссальная индустрия. И 20% миллионеров на планете Земля, в том числе и мультимиллионеров, это люди, которые сделали себя сами, которые точно так же, как и вы, когда-то, столкнулись с этой информацией, сидя в зале или у кого-то дома в гостях. И услышав эту информацию, они сделали одну очень важную вещь. Они решили, что эта информация для них, что они могут это сделать сами. Они захотели это проверить. Они приложили усилия. И в результате они выбрали этот путь. Почему на сегодняшний день этот путь срабатывает? Откуда берутся эти сумасшедшие неприличные деньги? Есть старый вариант распространения товаров, услуг. Все человечество им пользовалось достаточно долго. Есть производитель, производитель, который производит некие товары и услуги. У него есть оптовый покупатель или колоссальный оптовый склад, потом есть средний опт, потом есть мелкий опт, и потом покупатель. Тут прямой человек. Мы с вами, когда мы приходим в магазин, вы что думаете, что мука, что консервы, я не знаю, те продукты, которые мы с вами сегодня покупаем, это их реальная себестоимость, что ли? Нет. Их себестоимость во много раз меньше. Есть покупатель, но вот это колоссальное количество посредников, каждый из них хочет заработать свои деньги. Здесь заработанные деньги, еще заработанные деньги, еще заработанные деньги. Порядка 65% стоимости, это те деньги, которые берут себе посредники. Но есть совершенно другой путь, то, что называют революцией дистрибьюции напрямую от производителя к потребителю, к дистрибьютору. А кто такие дистрибьюторы? Дистрибьюторы, это как раз те самые люди, мы с вами, которые покупают товары и услуги, которые пользуются ими. Я не говорю о том, что наши товары или услуги сразу на 65% стали дешевле. Это не так. Вот эта огромная масса денег, куда она идет? Она идет на два направления. Одно направление это развитие новых технологий, это самое качественное сырье, это развитие науки, для того, чтобы можно было произвести уникальные, самые высококачественные продукты, а другая часть идет на выплату в сеть, на выплату дистрибьюторам. Это справедливое вознаграждение за то, что человек не просто пользуется продукцией сам, а еще и отдает эту информацию другим людям. В результате каждый человек может себе реально получить ту прибыль, которую он создал. Почему мы говорим о том, что он создал? Да потому что что такое сетевой маркетинг? Мы все с вами жили по жизненному такому бизнес-плану и многим из вас, ваши родители говорили то же самое, что говорили мне. Хорошо учись, закончи высшее учебное заведение, стань специалистом, найди себе хорошую работу, устройся на производство, работай. У нас еще и награждали ветеран производства, ветеран труда, правда? 20 лет на одном рабочем месте, 25 лет на одном рабочем месте и вот наконец у тебя появляется свободное время и деньги. Наша пенсия, на которую можно теперь себе позволить все что угодно, ни в чем себе не отказывайте. Эта система перестала срабатывать давным-давно. Если мы с вами реально посмотрим, молодые специалисты, молодые студенты, когда приходят в институт, да если бы им честно признались, дорогие мои, мы вам гарантируем следующий жизненный план. Вы будете учиться 5-6 лет, это зависит от той специальности, которую вы выбрали, и потом работать 25-30-35 лет вместе, 30-40 лет вы потратите на то, чтобы сводить концы с концами, чтобы как-то оплачивать свою еду, одежду, минимальные какие-то вещи. Выжить можно, нормально, да? И потом мы вам гарантируем нищенскую пенсию через 40 лет. Кто бы тогда из нас пошел в институты, если бы знали реальность? Нас ведь никто не предупреждает об этом. Но правда состоит в том, что люди, проработав много лет, абсолютно не защищены. 30-40 лет. Я вам предлагаю другой путь. Путь фантастически быстро разбогатеть. Фантастически быстро разбогатеть. Если вы найдете время 2 часа в день, 10 часов в неделю, в течение 2-4, даже 5, 2-5 лет, и в результате совершенно другая картина. у наших пенсионеров здоровье есть. Вы видели в поликлиниках, что сегодня творится, правда? Люди, которые работают в нашей компании, получают здоровье из рук компании. Мы об этом чуть позже поговорим. У вас появляется здоровье, восстанавливается ваше здоровье, у вас появляется свободное время. моя цель научить вас, как правильно устроить свои дела таким образом, чтобы через 3-5 лет уйти на пенсию. Такую пенсию, которая позволяет вам, так же, как и мне, и очень многим другим людям в компании Международный Коралловый Клуб ездить по всему миру, жить в тех условиях, о которых они мечтали, дать образование своим детям, работать с семьей в одном бизнесе, дать, показать путь своим детям и при этом заниматься легальным бизнесом. Через 3-5 лет выйти на пенсию. Кто из вас в 18 лет мечтал хорошо выйти на пенсию? И главное сразу пенсию получать, потому что потом все равно я буду стареньким, здоровья у меня не будет, зачем мне эти деньги? Хорошо, когда у меня сейчас полно желаний. Так вот, эту мечту можно осуществить абсолютно точно. У вас есть здоровье, у вас есть свободное время, у вас есть деньги и у вас есть возможности колоссальные, фантастические возможности путешествовать. Когда мы поступаем в институт, что с нами происходит? Нас никто не предупреждает, что нас завтра ждет. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос такой очень серьезный, экзаменационный, подойдите к нему у вас ответственность. Поднимите руки, пожалуйста. Кто из вас помнит круговорот воды в природе? Боже мой, какие образованные люди! Скажите, пожалуйста, вы помните, как вы волновались, надо выучить, пятерку получить? И что эти знания сделали вас успешными, богатыми, счастливыми людьми? Но кто из нас был обучаем еще в школе, в институте? Что такое финансовый круговорот? С какой стороны от финансового потока надо стоять? Как принимать в нем участие, чтобы быть финансово независимым? Безопасность это наша финансовая независимость. Кому из нас рассказали о том, что существует круговорот денег, и в зависимости от того, где вы находитесь по отношению к нему, и определяется, какая у вас будет жизнь. Вот с этой стороны живут люди бедные, люди разоренные, люди нищие, пенсионеры. Меня потрясла совершенно информация по телевидению. Пенсионеры России, которые гремят по пустым кастрюлям в борьбе. Все смотрели? За что они борются? За то, чтобы вместо трех долларов на проезд им выделили 12 долларов на проезд. Остановлен транспорт, не работают предприятия из-за 9 долларов в месяц. Вот здесь живут люди, которые работают на наемной работе. Здесь те, кто работают на себя, самонаем. Здесь живут бизнесмены, и здесь живут инвесторы. Вот здесь живут люди бедные, вот здесь живут люди богатые. Скажите, пожалуйста, в какой стороне вы хотите жить? Слева или справа? Можно не спрашивать. Что вы такие вопросы задаете, правда? Хочется быть здоровым и богатым. Лучше быть богатым и здоровым, чем больным и бедным. Остался один вопрос. Как? Правда? И вот вам первая подсказка. Наш самый дорогой ресурс. Это время нашей жизни. Как мы его правильно распределим и отвечает на вопрос, будем ли мы богаты или бедными. Давайте мы сейчас рассмотрим, что нужно сделать вам на самом деле. Как это работает? Я вам хочу показать просто принцип, как это работает. почему такое огромное количество людей стало успешными, используя многолетнюю, десятилетиями используемую систему, которая называется сетевой. Итак, есть вы. Этот бизнес начинается с вас. Если вы уже вспомнили пять вещей, ради которых вы найдете это время. Когда я была бедной, когда я работала на четырех работах сразу, чтобы просто накормить свою семью и не кланяться, и не жаловаться, у меня не было времени. Но однажды мне пришлось ответить на вопрос. Я чувствовала себя, знаете, как лошадка в цирке. Круг за кругом наворачивает, уже вся в мыле, уже и запах по всему цирку стоит, а дальше круга никуда. Дальше вот этого ограниченного количества денег, которые позволяли жить, но не позволяли ни купить квартиру, ни дать образование ребенку. Я никуда деться не могла. И однажды я решила ответить себе на вопрос продолжать в том же духе гонять, пока не упадет лошадка. Либо ответить себе на вопрос, что-то неправильно, что-то абсолютно неверно. Если у вас есть ради чего, вы обязательно, вы создадите это время, вы найдете это время, которое позволит вам сделать простые вещи. Скажите, пожалуйста, сегодня заработать 100 долларов реально в Одессе. Это реально? Согласны? Что-то я не слышу. Как-то плохо. Зал, наверное, нехороший. Возможно, вы можете заработать 100 долларов сегодня в Одессе? Отлично. Мы сейчас поговорим о том, что надо делать для этого. Распространяя товары и услуги, у нас есть совершенно, в нашей компании есть ноу-хау. В отличие многих компаний, которые учат людей, как продавать. Кто из вас любит продавать? Просто классный продавец. Поднимите руки, я хочу посмотреть. Ой, раз, два, три. Супер. Все остальные, судя по всему, как-то не очень рвутся в продавцы. Наша задача не научить вас продавать. Наша задача научить вас, как представлять информацию. Она у нас есть на буклетах, на видеокассетах, на аудиодисках. У нас есть масса возможностей показать человеку, чтобы он сам принял решение, что его интересует. И таким образом продвигая не насильно, а по собственному желанию человека товары и услуги, которые дают человеку здоровье, молодость, красоту, энергию, прекрасное ощущение своего тела и долгожительство, активное долгожительство. Пользуясь таким способом, достаточно несложно найти тех людей, которые в этом заинтересованы заработать 100 долларов. Но у каждого из вас, абсолютно у каждого, среди многих и многих знакомых есть те 5-6 человек, которым не хочется жаловаться, которым не хочется просить подаяния, которым надоела их низкооплачиваемая работа. Всего 30% выпускников институтов трудоустраиваются. И не потому, что вообще работы нет, а потому, что она слишком низкооплачиваемая, они ищут другую работу. Есть среди ваших знакомых те люди, которые хотят жить по-другому, быть свободными. И давайте себе представим, что у вас есть 6 таких знакомых. И каждый из них произвел те же самые действия. Заработал 100 долларов, у вас организовалась компания, вы стоите во главе ее. Капитал компании 700 долларов. Вы получаете как обычно и в среднем в бизнесе 10% это более-менее реальные цифры. 10% от 70, от 700 долларов, 10% 70 долларов. О какой машине мы говорим? О мерседесе? На такие деньги не купишь ни квартиру, ни машину. Правда? Но это начало, это обучение. Вспомните, кто из вас инженер, учитель, строитель, врач. Все мы когда-то учились, нам таких денег не платили за образование. Это время учебы. 2-4 года это время нашего изменения, это время нашего обучения. И представьте себе, что может быть они не такие талантливые, как вы, может быть они чуть менее энергичные и они найдут, каждый найдет еще по 5 человек. Что же в результате у нас получается? У каждого есть люди, которые рядом. Сегодня особенно молодежь очень хочет быть самостоятельной и не ждать будущего через 20-30 лет, а сегодня. В результате у вас появляется у каждого по 5, 6 на 5, 30 человек и еще у вас шестеро. И каждый на 100 долларов сделал объем. В результате 3 600 вы во главе этой компании, вы подбирали людей, вы их обучали. Естественно, с помощью вашего спонсора в результате ваши 10% это 360 долларов. Это уже более-менее приличные деньги, правда? Ну так, чтобы на каждый день. Но процесс-то ведь на этом не останавливается. Мы вам поможем, мы вам подскажем. У нас есть система, которая обучает каким образом обучить этих людей. Как обучать этих людей? Делать то же самое, делая очень простые шаги. В результате каждый, ну допустим, приведет, ну даже если по 4, на самом деле, если бы я нарисовала все абсолютно реальные цифры, то вы просто головокружение от успехов. В результате 30 человек, да по 4 человека 120, и здесь есть еще 36, 156 человек, и каждый по 100, и вы получаете 10%, как вам нравится эта цифра? Ближе, да? Мне нравится, что не все как-то возбудились. Хорошо, продолжим. Эти 4 человека пригласили да хотя бы по 3, на самом деле все происходит немножко по-другому, один человек приведет 2 человека, другой приведет 10 человек, люди не одинаковые, кто-то более активный, кто-то быстрее ухватил идею, кто-то медленно к этому идет, но тем не менее, я сейчас показываю только принцип, и каждый приведет по 3 человека, у меня листик узенький, не хватает количества места, чтобы показать насколько, как расширяется вся эта колоссальная пирамида, во главе которой стоите вы, потому что у вас есть мечта, не ради вашей мечты, они работают на себя, на свою мечту, потому что вы им показали пример, потому что вы им показали путь, в результате 120 человек да на 3, 360, и плюс еще 156, это сколько будет, помогите пожалуйста, мне плохо с математикой, а? Ой, 516, 516, а мы же вас забыли посчитать, 517, да? Вот поэтому здесь 7, и по 100, 51 тысяча, себя во главе, 51 тысяча, да при таком товарообороте, это такой товарооборот, при котором очень многие фирмы, которые вы видите в Одессе, вчера была одна вывеска, сегодня другая, одна вывеска другая, при таком товарообороте, эти бы все фирмы остались, выжили бы, это достаточно серьезный товарооборот, и в результате вы получаете небольшие 10%, как вам нравится эта цифра? вот эта ближе? Теперь ваши мечты становятся ближе? А вы хорошо подумали о тех пяти вещах, которые вы хотите? Кто-то мне только что сказал, нет, при этой цифре мои мечты не ближе, я поздравляю вас, у вас достойная мечта, это явно недостаточные деньги, но процесс-то на этом не заканчивается, самое поразительное, что я знаю, недавно я разговаривала с очаровательным человеком, бизнесмен, молодой человек, у которого большое видение, он организовал свою компанию, он вложил 50 тысяч в то, чтобы организовать свое дело, 11 лет он проработал, в результате у него вместо одного направления 5 направлений, я спросила, дорогой мой, скажи, пожалуйста, ну а себе из этого бизнеса, который ты организовал, свое частное дело, сколько денег ты можешь взять себе, 5, 10 тысяч, 3 тысячи, 2 тысячи, как-то у него глаза так тихо меркнут в разные стороны, смотрит, я говорю, ну хорошо, сколько, 700 долларов до тысячи, на какой машине ты ездишь, на жигулях, в какой квартире ты живешь, тут вздохнула его жена и сказала, что двухкомнатная квартира явно маловато, я говорю, дорогой мой, посмотри, пожалуйста, с одной стороны, 11 лет, 50 тысяч капиталовложений и ты можешь вынуть не больше тысячи, с другой стороны, посмотри, вот молодой человек, который работает в нашей компании, который пришел три с половиной года назад и начал с капиталовложений в 35 долларов, прошло три с половиной года и его доход исчисляется не четырех, пятизначным числом, есть разница, есть разница, он когда послушал меня, он говорит, боже мой, на что я угрохал 11 лет, где вы были раньше, очень многие люди не знают, что это возможно, очень многие люди не верят, что это возможно, очень многие ваши друзья и знакомые будут говорить точно так же, как говорили мне, когда я сидела на своей маленькой шестиметровой кухне в однокомнатной хрущевской квартире и говорила о том, что весь мир будет мой, что вместе, давайте заниматься этим вместе, это колоссальный бизнес, это полезное для других дело и я не хочу быть богатым рядом с тобой бедным, мы будем вместе это двигать, мне говорили, у тебя вечно фантазии, у тебя вечно мечты, компания была маленькая, 7 лет назад еще не было таких колоссальных возможностей, которые сегодня, есть, в каждом городе, крупном центре есть наш центр, есть диагностический центр, есть дистрибьюторский центр, есть видеокассеты, есть каталоги, есть книги, есть лекции, есть система обучения, есть масса вещей, которые могут помочь человеку, мы начинали, этого всего еще не было, мы начинали с самого начала и я благодарна всем тем, кто сказали, Марина, это все заблуждение, все это ерунда, это все легенды и мифы, более того, знаете, меня разозлила такая замечательная штука, когда я сказала, да я устала ходить на работу, работать с утра до вечера и ничего в результате не получать, когда мне сказали, Марина, опомнись, ты же приличный врач, вернись на приличную работу, и вот я сегодня с ними встречаюсь, они работают на этой приличной работе, глаза тусклые, живут в тех же самых квартирах, да пообнищали, потому что зарплата не растет, соответственно, тому, как растут цены и когда я им сегодня говорю, ребята, они говорят, ну конечно, тебе легко, я верю, что у каждого из вас есть уже все для того, чтобы быть успешным, и самое главное, что вам нужно вспомнить, зачем вам нужны большие деньги, я не знаю, возможно, у вас есть мечта пожертвовать эти деньги на храм, в нашей компании работает замечательный человек, человек, который вот здесь, вот у меня, вот в первой линии, она пришла, и не так давно, не с самого начала, многие мечтают, я хочу быть не вот здесь, вот я хочу быть вот здесь, вот дорогие мои, все те, кто над вами, лично, кровно, персонально заинтересован в том, чтобы вы были успешны, и этот спонсор, и этот, и этот спонсор заинтересован в том, чтобы вы стали успешны, потому что вы часть этой моей системы, чем вы успешнее, тем выгодом не, я-то получу небольшой процент, но от вашего большого объема, поэтому я буду вкладывать в вас время, свои усилия, свое внимание, многие люди говорят, а что будет, если вот здесь вот человек уйдет, отлично, он уходит, и люди подтягиваются, и запомните, этот волшебный секрет сетевого бизнеса, выигрывает тот, кто не уходит, вот здесь, сегодня в этот зал, приезжала к нам в офис, женщина, которая не осталась, она едет в свою структуру в городе Полтаве, даже когда не получалось, она единственное, что она сделала, она не ушла, и сегодня она закрылась мастером, открыла, вернее, квалификацию мастера, а это вот такая корона на груди, а это совершенно другие доходы и возможности колоссальные. Каждая мечтает о своем, Зина Деревьева, которая находится у меня вот здесь, она сегодня за свои деньги строит храм. Когда мне люди говорят, мы нищие, но честные, но мы духовные, о какой духовности можно говорить, если с утра до вечера мысли только об одном, где заработать деньги? Зина Деревьева, человек, который заработал эти деньги и потратил их так, как она нашла нужным, и каждый имеет право потратить, как вы хотите, на благотворительность. Может быть, так же, как и мне, вам будет, вы будете чувствовать, чувство, такое удовлетворение от того, что вы помогаете маленькому семейному детскому дому, где 20 детей и где у двух родителей нет финансовой возможности накормить и дать образование своим детям. Может быть, вам будет очень приятно помогать своим друзьям или музыкантам, или тратить деньги на культуру. Возможно, вам будет очень приятно, потому что вы можете помочь реально не словами, не вздохами, не уговорами, а просто финансово подойти и помочь кому-то, кто потерял кормильца или кому-то, кому нужна реальная финансовая помощь. Это вам решать, на что вы потратите эти деньги. Я хочу только, чтобы вы увидели, что это возможно, если вы идете вот таким вот путем. Почему я уверена, что это абсолютно возможно? Потому что наша компания производит уникальные продукты и мы доставляем эти продукты напрямую, мы сами ими пользуемся. Пользуемся каждый день. Помните, я говорила, 65% денег уходит часть на выплату в дистрибьюторах, а часть на науку. Компания Международный Коралловый Клуб это самые высокие достижения в области технологии, нанотехнологии. Если собрать имена всех ученых и те годы, которые они потратили на исследование, чтобы сегодня мы имели наш продукт, это будет больше 300 лет. Каждый из них по 10, 20, 30 лет своей жизни потратил на науку, на исследование. Мы взяли самые качественные, самые натуральные продукты, растения, исходные материалы, очень древние, но экологически чистые. Сегодня это большая проблема и это очень дорого на земле найти высококачественное сырье и часть денег на самые серьезные исследования в области науки и новой технологии. И в результате у нас сегодня есть, что вам предложить. Скажите, пожалуйста, кто из вас мечтает так же, как и мечтала я проснуться утром, простите, наш бизнес позволяет просыпаться утром не от будильника, наш бизнес позволяет проснуться утром тогда, когда закончился ваш сон, когда вы просто-напросто выспались. Кто из вас хочет себя так чувствовать? Утром проснулся и как будто пузыри шампанского внутри, полон энергии, бодрости, свежий, отдохнувший, и в течение всего дня вы себя чувствуете полным энергией, у вас хватает энергии сделать несколько дел, поставить себе цель, помнить о своей мечте, двигаться к своей мечте и когда вы ложитесь спать, вам не нужны никакие медикаменты, никакие лекарства. Наше тело нуждается в том, чтобы мы о нем заботились. Мы же с вами поступаем по-другому. Мы ждем, когда случится проблема, теперь придем к доктору, доктор нас вылечит. Я хочу вам объяснить, мы не занимаемся лечением болезни, хотя больные люди в наших продуктах нуждаются особо. Это очень простая философия. Если ты хочешь быть здоровым, помни, что тебе нужно пить чистую воду, тебе нужно чистить свой организм, тебе нужно питать его. За два года все клетки вашего организма, за исключением нашего мозга, меняются полностью. Каждые два года мы живем в новом теле, из новых клеток, которые мы построили. Из чего? Из той еды, которую мы едим. Если макароны три раза в день, то из чего состоят ваши кости? Если у вас Макдональдс каждый день, ой, мамма миа, из чего состоит ваша печень? Качественные продукты, витамины, микроэлементы. Вы видели рекламу собачьего корма? Или кошачьего корма, да? Ой, ваша киска обожает. А почему? А потому что здесь витамины есть, белки есть, углеводы есть, микроэлементы есть, жирные кислоты есть. Вот как мы о киске познакомились, позаботились. А вам вермишель и искусственные продукты. Вам-то зачем это все? Калории? Калории – это еще не значит качественная пи***ь. Качественная пи***ь. Вы знаете, я испытываю колоссальное чувство гордости, потому что мне, так же, как и сотням, тысячам людей, звонят, пишут и говорят спасибо огромное. Я много лет не чувствовал себя так. Я забыла, что такое усталость. Я забыла, что такое старость. У нас есть замечательный человек, Ислана Абрамовна Герчикова. Ей 75 лет. Она ходит с короной мастера на груди. Она дает возможность восстановить свое здоровье и свое финансовое здоровье огромному количеству людей. И в 75 лет это не разбитый, параличастный пожилой человек. Это молодой человек. Почему это стало возможным? Очень многие люди приходят к нам в клуб сначала потому, что у них есть проблемы со здоровьем. И вы знаете, когда я слышу, у вас поразительные продукты. Сегодня много компаний, которые предлагают витамины, минеральные вещества. Но нашу компанию называют удачным браком самых древних секретов здоровья и самых современных технологий. Нам очень часто говорят, вы не знаете цены своим продуктам. Есть академик Казначеев, человек, который назван среди 100 самых выдающихся ученых прошлого века, который сказал, вы единственная компания, которая сегодня приносит людям удивительный продукт, который восстанавливает генетическую память. Ведь что происходит? Дети рождаются с полным набором генов и они не срабатывают, не узнают ферменты, процессы обмена нарушаются. Почему? Потому что мы живем в электрическом смоге. В нашей компании есть защита от электрического смога, от вашего мобильного телефона, от телевизора, от компьютера, от многих вещей. Есть наружная защита, есть внутренняя защита. Но главное, сегодня мы живем в таком замусоренном экологическом пространстве и так много всего едим неестественного, химических напитков, химической пищи, что восстановить память. Это колоссальный, сложный, очень сложное исследование, оказалось все просто. Исцеление человечества есть, оно заложено на планете Земля. Этот продукт стоит, ну я вам могу сказать, он стоит настолько дешево, что вы себе даже представить не можете. А с другой стороны, этот продукт стоит колоссально дорого. Ну потому, чтобы получить этот продукт, который уже находится в пакете документов, когда вы подписываете договор с компанией, чтобы получить его, чтобы пить его каждый день, в течение месяца, в течение многих лет, как это делают люди на острове Токунашиба, где самая высокая средняя продолжительность жизни, где люди в 100 лет не знают, что такое атеросклероз, инфаркт миокарда или синдром Альцгейм, растарческий маразм. Для этого вам нужно купить, открыть визу в Японию, купить билет на самолет, полететь и пить ту воду, которую пьют люди на этом острове. И невозможно ее в бадеечке взять с собой. Через сутки она уже не будет обладать такими целебными свойствами. Каждый день мы вам в руках принесли заветный секрет долгожительства с Японских островов. Вот это то, что можно иметь. У нас есть многие уникальные продукты. И те люди, которые вас сегодня пригласили к нам на эту встречу, они с удовольствием расскажут вам о том, как правильно нужно с этим обращаться. Нет смысла витаминами самыми лучшими, микроэлементами самыми лучшими кормить своих паразитов. Вы меня простите, мои дорогие, но статистика говорит следующее. 90%, иногда 95% населения, мы живем в морском городе, рыва у нас, правда, Одесской практически уже нет, но привозят очень много, кушать мы в Одессе любим, 95% населения страдают от паразитов. Лямблии у каждого второго, хламидии, уреоплазмы, я уж не говорю об аскоридах и прочих неприятностях, а смысл их кормить. Сначала с ними надо расстаться. У нас есть замечательная программа Калавада об этом, о том, как испытывать энергию. Кто из вас знает, что такое синдром хронической усталости? Поднимите руки, поделитесь со мной, пожалуйтесь мне от всего сердца. Устал, вот утром проснулся, слабовато, с полдня уже бы отдохнуть, работа утомила. А что если я вам скажу, что у нас есть потрясающий энерджайзер, который был опробован на Олимпийских играх, им пользуются Олимпийские чемпионы, но он доступен и вам, каждому из вас. Забыть, что такое слабость и испытывать энергию. Вот фантастические продукты. За ним стоят три Нобелевских лауреата и номинант Нобелевской премии. Вот какие удивительные продукты у нас есть. И те люди, которые вас пригласили, с удовольствием поделятся с вами всеми секретами. И, наконец, самое главное, наверное, каждый из вас думает, а смогу ли я, а получится ли у меня. Конечно. Вы уже вспомнили, ради чего вообще вам нужны такие деньги. У кого с мечтой стало как-то немножко пояснее. У кого появилась мысль, ради чего стоит найти два часа в день. Вы знаете, некоторые люди говорят, я не могу, у меня дети. Не используйте своих детей в качестве своих оправданий. Используйте своих детей как мотивацию, ради чего вы это сделаете. Я вам скажу, как я пришла в этот бизнес. Я работала на четырех работах, потом перестройка, забрали одну, вторую, третью работу, стало нечего есть. У меня четыре месяца в доме не было мяса, потому что яйца это тоже белок, но яйца намного дешевле, чем походить покупать мясо. И мне было очень стыдно ходить на работу, потому что с одной стороны мне государство платило 6 долларов в месяц. Помните времена, когда в 93 году доллары скакали, что стоили наши 120 рублей? Я умножила на 12 месяцев и поняла, что за рубежом врачу платят 60 тысяч в год. Мне, я 6 на 12 умножила, получила 72 доллара в год. Мне было очень стыдно ходить на работу, потому что я слушала постоянные разговоры своих коллег. Врач цветами не питается, раньше приносили, сегодня не приносят. И всего этого было недостаточно, но я помню точно, что произошло. Однажды моя дочь порвала туфли. У меня не было денег пойти тут же в магазин и купить то, что ей надо. И вот тогда, как у Скарлетт, помните, все перевернулось, и она дала себе клятву, я голодная, спать не лягу. Я в тот момент дала себе обещание, что никогда моя дочь не будет смотреть глазами полными зависти на других детей, что никогда я не буду унижаться и не позволю никому управлять своей жизнью и строить меня. Я была готова, мне было все равно, что обо мне скажут, Марина, ты врач, ты хороший врач, ты должна этим заниматься всю свою жизнь. Мне было все равно, как на меня посмотрят, хотя страшно было очень. Наверное, как и многим из вас, я интеллигентный профессий человек. Слово бизнес, слово продажа, слово доллары, доллары это вообще был в моем сознании только криминал, а продажа и бизнес что-то очень грязное и неприличное. Но в тот момент я решила, что мне все равно, что будут говорить обо мне люди, мне важно, чего могу достичь в жизни я и когда я смогу осуществить свою мечту и ради своего ребенка и в результате. я искала и не сразу нашла. Я нашла поразительную компанию. Я недавно встречалась с миллионером, мультимиллионером, который тоже построил себя сам. Он мне сказал очень важные слова, так как людям сидящим в зале, он сказал, выбирая компанию, помните, если вам не нравится продукт, не работайте в компании. У нас с вами есть тот продукт, которого нет ни у кого, это абсолютно эксклюзивное наше право. Во-вторых, он сказал, если вас устраивает продукт, не устраивает маркетинг план, это не такая большая беда. Важно, какие люди во главе компании стоят, потому что если настоящие люди, то они решат проблему и с продуктом, и с маркетингом, но если вы ошибетесь в людях, те принципы, которые заложены в них, главное, то в этом случае вы потеряете все, что бы вы не построили. Мне очень сильно повезло. Я встретила удивительных людей и вас сегодня ждет с ними встреча, но я сначала закончу свою сказку о Золушке. Я встретила эту компанию и я поверила. Я не знала, как получится. Я шла и делала и ошибалась, поверьте мне. Ошибалась много, но в результате я сделала просто одно, я не отступила. И на сегодняшний день я счастлива и не только тем, в какой квартире я живу, и не только тем, какая машина есть у меня, и не только тем, в какой квартире живет мой ребенок, и не только тем, какие возможности есть, и не только тем, чтобы я объездила весь мир, я счастлива теми людьми, которые сегодня покупают себе квартиры, дают образование детям, которые вместо согнутого состояния и считания, пересчитывания от зарплата до зарплаты, у них меняется осанка, у них меняются глаза, они живут с достоинством, они счастливы, потому что за ними стоят те люди, которым они помогли. И в результате, в конце концов, я вам обещаю, что если вы сейчас найдете, о чем вы мечтаете, не маленькую мечту, большую мечту, если вы не позволите никому ее убить, если вы будете работать на осуществление этой мечты 2-4 года, ваша мечта станет проявляться и осуществляться. Я когда начинала в этой компании, я не 2 часа в день работала, я работала по 10 часов в день, у меня не было денег, мне очень нужны были деньги, и поэтому я каждый день встречалась с людьми и каждому рассказывала об уникальной возможности пить живую воду. И в результате, в первый месяц, я почему написала 6? Да потому что я их подписала, 6 человек. В результате, через 10 дней их было уже 78. И он говорила, что реальные цифры совсем другие. На следующий месяц я подписала еще 6 человек, и у меня уже было 519 человек в структуре. На следующий месяц я не подписала, одного человека подписала. У меня уже не осталось времени, мне надо было помогать этим людям. Через месяц у меня было 1248 человек в структуре. Вот как работает этот бизнес, если вы им занимаетесь серьезно. Не как хобби, а серьезно. Неважно. Возможно, у вас другая скорость. Это не имеет значения. Скажите, пожалуйста, какой работодатель, какой хозяин, какое государство обещает вам через 5 лет зарплату в 3, в 5, в 10 тысяч долларов. Я знаю только одно, что если у вас есть мечта, она может осуществиться. Если вы помните, я говорила о том, что я мечтала увидеть весь мир. И через какие трудности я прошла, наверное, так же, как и многие, многие здесь сидящие в зале. Сейчас, когда вы увидели все возможности, перед вами лежат три дороги. Возможно, вы решите, что этот бизнес не для вас. Может быть. Знаете, как мне часто говорят, да, мне мало платья, но я так люблю свою работу. Значит, не припекло. Мы подождем. Но уже сегодня у вас есть возможность. Не откладывайте свое здоровье на годы, чтобы потом вы на молитности вспоминать, в чем вы себе отказали. Уже сегодня вы можете быть потребителями, эксклюзивными потребителями, потому что у каждого из вас появится свой личный консультант. Или, может быть, вы захотите сами стать своим консультантом в нашей компании. У нас есть такая возможность обучать вас. Возможно, вы захотите заняться малым бизнесом. Вы заняты, вы много работаете, небольшой бизнес. Я, моя семья, мои друзья, знакомые, я теперь буду, я на себя возьму возможность доставлять им товары. Мне нужно немного, 200, 300, 500, до 1000 долларов. Вполне возможно этим заниматься в нашей компании. Но если, если вы хотите жить так, как живу не только я, слава Богу, в нашей компании, уже около ста мастеров, серебряных, золотых мастеров, тех людей, которые регулярно ездят по самым разным странам мира, два, три раза в год, ездят по всей стране, людей, за которыми стоит огромная армия благодарных им людей. Если вы это выбираете, у вас есть такая возможность. Обратитесь к тем людям, которые пригласили вас сюда сегодня. Это самые ваши большие друзья. Они в вас поверили, они увидели в вас большой потенциал, может быть, даже больше, чем вы в себя верите сами. Но это фантастика. Так и бывает в коралловом клубе. Огромное количество людей говорит, как ты могла три года назад увидеть, что будет со мной потом. Я просто знаю эту дорогу, эту волшебную дорогу. И те люди, которые вас пригласили, они будут вашими проводниками и помощниками на этой поразительной дороге, которую когда-то открыли передо мной два человека. Два человека, которые полностью изменили мою жизнь. Я каждое утро просыпаюсь и думаю, господи, какое счастье. Я никогда не мечтала. Я мечтала о двух миллионах долларов, неважно, кто помрет, важно, что у меня наследство достанется. Но я никогда не думала, что это реально для меня, что я смогу что-то сделать сама. Какое великое счастье сделать самому, если тебя научили, как и дали эту возможность. Я обучала 10 сетевых компаний, как работать в этом бизнесе. Это было очень самонадеянное мероприятие. Я и сама тогда не очень хорошо понимала, как этот бизнес делается. Надо пройти несколько лет внутри, чтобы понять правильно все. Я ни одной такой не встретила. Самое главное, я не встретила людей, для которых главное на первом месте это люди. На первом месте это принципы честности, порядочности и человеческие отношения. и каждый раз я вспоминаю Рэнди Гейджа, который сказал, если такие люди во главе, все будет в порядке, все будет просто замечательно. Огромное счастье, что мне повезло. Я хочу вам сделать сегодня самый большой подарок. Я хочу вам представить основателя нашей компании, человека, у которого была настолько большая мечта, и каждый раз его мечта опережает мою. Каждый раз он видит намного дальше. Я уж казалось бы фантазерка, не фантазерка, я просто приближаю мечты, но этот человек всегда видит дальше и больше, и не только для меня, для многих, для каждого из вас. Он создает эти поразительные возможности, эту поразительную компанию, эту поразительную дорогу, встречающую нас любимый президент, Леонид Августович Лап. Здравствуйте, друзья. Честно говоря, каждый раз, когда я слышу Марину Яковлевну, Мариночку, каждый раз мне хочется подписаться. Каждый раз мне хочется иметь такого спонсора, потому что много умных, талантливых людей в нашей компании, но равных Мариночке, у нас нет. Спасибо большое. Это чудо, что в компанию приходят такие люди, настолько разные, настолько умные, настолько интересные. Я никогда не мог даже и представить себе, что дистрибьюторами, членами клуба нашей компании станут известные профессора, академики, доктора наук, людей, которые знают, понимают намного, намного более, чем я. И если бы я не верил, если бы у меня не было этой веры в людей, что я знал, что это возможно, то, наверное, я никогда бы и не подумал о том, что вообще возможно создание подобной компании, подобного единства людей. сегодня я бы хотел первое. Я хочу, чтобы вы подняли руки те, кто является уже членами клуба. Вау, новых уже нет, по-моему. Я хочу вас благодарить. Громадное спасибо за то, что вы с нами. Громадное спасибо за то, что вы себе открыли эту дорогу. Я уверен, что вы не жалеете. Конечно, время расставляет все на свои места. тогда, когда мы начинали, было очень сложно говорить о тех или иных принципах, о тех или иных таких великих вещах, там, миссии и так далее. Я помню, Марина мне говорит, вот, ну ты должен сказать, что такое мотивирующее. Я говорю, я не могу ничего сейчас говорить, потому что тогда, когда что-то начинается, это пустые слова. Это декларация о намерениях. Но тогда, когда проходят годы и когда за плечами уже появляются те люди, которые проходят вместе с тобой этот путь, которые могут подтвердить то, что то, что ты говорил в самом начале, тихо, спокойно за столом, сейчас уже можно декларировать открыто, честно, прямо. И это не то, что вот, знаете, желание показаться красивым или вот как-то отрекламировать свою компанию, нашу компанию. За этим уже что-то другое, понимаете. Но после благодарности всем вам, те, кто является уже членами клуба, я бы хотел, чтобы подняли руки те, кто сегодня сюда пришел первый раз и не являются членами клуба. Поднимите, пожалуйста, руки все, кого я. Достаточно тоже много. Спасибо большое. А теперь из этого количества людей я бы хотел, сейчас мы сделаем интересный эксперимент. Значит, поднимите, пожалуйста, руки те, кто никогда не слышал о сетевом маркетинге или нетворк-маркетинге, многоуровневом маркетинге. Поднимите, пожалуйста, руки. Один или два, да? Так, ну тогда, наверное, я надеюсь, что вы просто увидите, что такое громадное количество людей, которые находятся уже как бы причастны. Поверьте, наверное, все-таки большинство людей не может ошибаться. Но я сейчас хочу обратиться к тем, кто слышал. Поднимите, пожалуйста, руки, кто слышал, когда там, наверное, был дистрибьютором какой-то компании или просто слышал. И поднимите, пожалуйста, еще разочек. Нет, нет, нет. Дистрибьюторы компании Клуба не поднимайте. Только те, кто слышал, знает о том, что это существует и пришли сейчас, потому что их пригласили. И вот они у них сейчас перед, 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 перед вами находится сейчас, ну в общем, такая проблема. Верить, не верить, да? Вот я обращаюсь сейчас к вам. Первое, наверняка вы уже прошли достаточно тяжелый путь, который, первое, омрачен ложью, враньем, да, что является одно и то же, а какими-то обещаниями, которые нереальны, ну, я хотел бы отделить, просто враньем, вот лапши на уши. Знаете, тогда, когда пытаются вам что-то рассказать такое красивое, хорошее, что потом оказывается неправильным, нечестным. Продукции, которые, ну, вроде бы, на первый взгляд, ее рекламируют как панацею, но на самом деле такое не является. Так, далее, неприятная вещь, это то, что вам говорят о каких-то железных заработках, железных, я бы не хотел говорить об этом, а именно в том, что вот если вы станете вот там дистрибьютором другой компании, то вам гарантировано то-то-то. Слышали такое, да, наверное? Так вот, я хочу сказать, что перед вами стоит человек, который все это прошел лично. Я это проходил, ну, в общем-то, четыре раза с самого начала. Мой дистрибьюторский стаж, я когда-то стал дистрибьютором в декабре 91-го года. И за очень, и за исключением очень короткого промежутка, у меня был короткий, по-моему, месяца два или два с половиной за это время, с декабря 91-го года, тогда, когда я зарабатывал деньги чем-то другим. Все остальное время я зарабатываю деньги, даже до того, как я там в компании и так далее, я зарабатывал деньги на хлеб всей моей семье с помощью своих доходов в сетевом маркетинге. Только это были другие компании. И я был неоднократно обман, неоднократно у меня были, знаете, по-английски есть хорошая фраза, nothing could be wrong than wrong expectations. Ничего не может быть более худшим, чем неправильное ожидание. Знаете, достаточно вашим ожиданиям быть чуть-чуть больше, чем то, что вы получаете, и это страшно. Это жуткое разочарование. Так вот, все это я проходил, но тем не менее, тогда, когда я познакомился с сетевым маркетингом, я понял, что я нашел свое призвание. Я прожил до 37 лет без призвания. Я был хорошим инженером, начальником цеха, мастером. Я много работал, я любил работать, я любил людей, но я знал, что это не мое призвание. В 91-м году, в декабре, тогда, когда я узнал о сетевом маркетинге, вообще я понял, это мое, это моя любовь. И тогда, когда мы с моим другом и партнером, который, к сожалению, сейчас вот, да он здесь, но он еще в офисе работает, встречается с людьми, это Казар Меграбян, удивительный человек, совершенно, наверное, ну, сейчас мы уже понимаем, не рядовыми качествами. Человечность, ум, великолепные аналитические способности, великолепная работа с людьми, человек, который видит, наверное, может быть, даже еще дальше, чем я. Мы бесконечно счастливы тем, что мы нашли друг друга, и у нас одинаковая система ценностей, что объединяет людей, знаете, одинаковая система ценностей, и мы, нам удалось, сейчас могу сказать, удалось создать то, что, наверное, удается и каждому. Но самое главное, мы дали и даем по-прежнему вот вам ту почву, на которой каждый из вас может достигнуть именно того, чего он хочет. И там нет предела возможностей, нет предела заработка. Это правда. Предел определяете сами вы, и на меру 24 часа в сутки. Нет предела тому, о чем говорит и вам рассказывала здесь Марина. это реально. Очень много людей уже живут именно так. И самое главное, что мы это делаем, потому что вот это наша, наша цель, наше желание, наша любовь, наша жизнь. И я хочу, чтобы каждый из вас смог это сделать. Смог это сделать, осчастливить такое громадное количество людей, не только здесь, рядышком, во всем мире. Ибо наша компания стала международной. Мы планируем открывать все больше и больше государств. И поверьте, во всех других странах люди живут так же. У них те же самые цели, у них те же самые желания, у них та же самая система ценностей. Это любовь, здоровье, близкие, дети, родители, счастье. Каждый из нас этого достоин, и каждый из нас может добиться в нашей компании. Успехов вам!